Джеймс возвращается домой из школы, когда внезапно видит эту собаку, барахтающуюся в реке. Он знает, что должен помочь ему. Джеймс быстро подбегает к собаке и вытаскивает ее из реки. Когда Джеймс кладет собаку обратно на землю, собака отказывается куда-либо двигаться. Джеймс замечает странные пятна, покрытые вокруг живота собаки. Он не уверен, что случилось с собакой, но выглядит это не очень хорошо. Джеймс забирает собаку домой и пытается почистить ее, но не может удалить пятна. Когда его родители видят собаку, они немедленно приводят его к ветеринару. Ветеринар сразу видит, что эта собака не похожа ни на одно другое. С этой собакой что-то ужасно не так, он решает провести несколько обследований собаки. Что бы это могло быть? После долгих обследований результаты, наконец, пришли. Ветеринар уже знал, что ничего хорошего из этого не выйдет, учитывая, как выглядела собака. Он входит в компьютер, смотрит на результаты и бледнеет. Это было нечто такое, чего он никогда раньше не видел, и он немедленно вызвал полицию. У ветеринара был большой опыт после многих лет помощи собакам, но он был шокирован, когда увидел странные пятна на животе собаки. За все эти годы он никогда раньше не видел ничего подобного. Он сказал Рику, что это может быть чем-то очень плохим. За последние несколько месяцев полиция обнаружила множество собак в том же состоянии, что и собака Джеймса. Этих собак, по-видимому, кормили определенными веществами, которые должны были сделать их лучшими бойцовскими собаками. Однако эти вещества вызывают у собаки тошноту, и в большинстве случаев они заканчиваются смертью. В течение нескольких месяцев полиция искала преступную организацию, которая была ответственна за смерть и пытки этих бедных собак. У полиции был в поле зрения подозреваемый Крей Джонсон. Недавние операции привели полицию к Крею Джонсону. До сих пор у полиции не было никаких доказательств того, что она знала о местонахождении собачьих боев, а также никаких доказательств для ареста преступной организации. Но собака Джеймса может привести к прорыву, поскольку это первая собака, которая осталась в живых, полиция решила снабдить собаку Гиппиас. Идея состояла в том, чтобы оставить собаку под колпаком преступной организации, чтобы выманить сумасшедшего Джонсона. Он должен вернуть собаку на бой. Тогда полиция смогла бы отследить по Гиппиас собаку до места драки и поймать ее с поличным. План сработал. Несколько дней спустя полиция прибыла на место происшествия и обнаружила, что там не было места, где происходили собачьи бои. Однако они замечают, что Крей разговаривает с кем-то еще в машине с собакой. Сделка, по-видимому, находилась в процессе заключения. Полиция увидела, что Крей был замешан в сделке с наркотиками и решила арестовать его. Полиция все еще стремилась уничтожить всю преступную организацию Крея, чтобы предотвратить дальнейшую гибель бедных собак в городе. Крей сказал полиции, что будет сотрудничать только в том случае, если ему смягчат наказание. Они решают согласиться на просьбу Крея прекратить собачье бои. Крей рассказал полиции все, что им следовало знать, чтобы положить конец этому кошмару. В конце концов, они поехали сразу в пять разных мест. Вы можете себе представить, что это крупномасштабная операция, в которой участвовало много сотрудников полиции. Они ликвидировали две преступные организации, и 56 человек были отправлены в термо. Но как насчет собаки? В ходе операции полиция обнаружила 120 собак. Они все отправились к ветеринару, чтобы вылечить их всех. Ветеринару потребовалось бы много времени, чтобы помочь всем этим собакам, но для него это не было проблемой. Письмо от Джеймса привлекло особое внимание, потому что он сыграл решающую роль во всем этом полицейском расследовании. Прошло несколько дней, а Джеймс ничего не слышал от полиции. Они сказали его родителям, что это нормальная процедура и что они возьмут это на себя. Но сегодня раздался звонок в дверь. Джеймс открыл дверь и увидел стоявших там полицейских. Полиция хотела сказать Джеймсу, что они поймали преступников, ответственных за все это, и что у них есть небольшой сюрприз. Это была собака, которую Джеймс нашел в реке. Ветеринар вылечил собаку, и теперь это была собака Джеймса. Читайте и делитесь со своими друзьями.